Статус банкротства. Есть несколько актуальных вопросов, и прямо сейчас на них ответит наш гость. Я с удовольствием представляю Надежду Липкову, руководитель юридической службы. Доброе утро, Надежда. Доброе утро. Давно мы уже говорим об этой теме, важной для многих, банкротства. А вопросы все равно остаются. Вопросы основные. Есть страхи получить этот статус, но при этом иногда ситуация безвыходная, что без нового статуса банкротства человек просто не может выйти из своей финансовой большой проблемы. Давайте по порядку. Вот эти страхи. Они в основном какие? Не устроятся потом на работу, еще множество всяких разных. Вот это все-таки миф или реальность? Люди боятся стать банкротом. Почему? Люди боятся стать банкротом, наверное, потому что, первое, что до того, как вышел его федеральный закон 127-й о том, что мы можем обанкротить физических лиц, да, мы обанкротили юридических лиц. И там, да, там статус банкрота, он повлекал за собой многие неприятные моменты именно для юридического лица. То есть распадалось предприятие, соответственно, реализовывалось имущество предприятия, невыплаты зарплат, то есть обязали уже юридического лица, который стал физлицом, распродать свое имущество и погасить свои задолженности перед своими сотрудниками. Может быть, это привело людей к тому, что они боятся данной процедуры. Вот, и, соответственно, на фоне этого всего у людей формируется образ того, что статус банкрота, он может повлечь за собой какой-то минус для человека, как для члена социума, как для общества, что он, допустим, будет неприглядно выглядеть перед работодателем, перед коллегами на работе, что все это узнают. Это может случиться с каждым. Каждый из нас может заболеть. Каждый из нас может Бог подарить там трое-четверо детей, да, и, соответственно, тот доход, который был до возникновения детей, он, соответственно, уже не позволяет кормить нашу огромную семью, да. Вот. И это тоже может повлечь к снижению финансовой ситуации. Люди боятся этого. Но смотрите, если ты работаешь, ты боишься, ну, какого-то осуждения со стороны коллег, как вы сказали, это одна история. А если ты не работаешь, ну, определяешь себя банкротом, а потом устроиться возможно? Правда, это... Да. Устроиться спокойно возможно. Возможно, по законодательству Российской Федерации статус банкрота не является причиной для того, чтобы вам отказал работодатель. Люди боятся еще чего? Боят... Ну, матери боятся того, что органы опеки могут заинтересоваться ничего себе, банкрот, а как же она содержит... Опять же, по законодательству Российской Федерации статус банкрота не является основополагающим для того, чтобы опека обратила на вас внимание. Почему? Потому что тогда бы статуса малоимущей тоже не было бы. То есть, соответственно, нехватка денег – это не противозаконно. Кто может вот этот первый шаг сделать – обратиться к юристу и пробовать объявить себя банкротом? Причем выгода. Любое физическое лицо, которое на сегодняшний день понимает, что он уже не может справиться со своими долговыми обязательствами. Причем я бы посоветовала обратиться к специалистам до того, как начались просроченные задолженности. Почему? Потому что банк имеет право в одностороннем порядке просудить ваше кредитное обязательство, и у вас будет определение суда, которое будет принято приставами, и у вас будут заблокированы счета и карты, и будут списываться со счета в карту. Это со стороны кредиторов правомерно. Вообще смысл банкротства в чем? Причем человек берет кредитное обязательство, он отдает себе отчет в том, сколько он берет. На тот момент. На тот момент, да. Какая у него заработная плата, сколько у него ждивенцев. То есть это называется экономическая грамотность. Каждый человек за это в ответе сам за себя. Потом у него случается какая-то непредвиденная для него ситуация, после которой его финансовое положение ухудшается, и он уже не может, он хочет, но он не может выполнять свои обязанности перед кредитором. И тут начинают люди обращаться у нас опять за кредитом, либо еще хуже, к микрозаймам. Это микрокредитные организации, которые в принципе и зарабатывают на том, чтобы человек, там же огромные проценты, пение и штрафы, и они в принципе на этом зарабатывают. Если кредитор, которые большие и крупные банки, да, они еще проверяют заемщика на его состоятельность, а микрозаймы они практически не проверяют. Это вот та самая долговая яма, из которой вообще уже не выбраться, и в принципе, ну вот, путь один, наверное, в этом случае. Но бывают же истории, когда измают, ну, в счет долга для того, чтобы погасить какое-то имущество. Что могут в этом историю забрать? Да, для того, чтобы погасить правомерно со стороны кредитора, взыскать у должника то имущество, которое на нем зарегистрировано. Что значит зарегистрировано? То есть это может быть не только, как обычно у нас клиенты мне говорят, там, машина, там, я всегда говорю, ребят, квартира, это, мы все это понимаем, мы все это знаем, но мы забываем о таком, о таких, о таком имуществе прицепы, оружие. В любом случае много каких-то индивидуальных деталей, да, у всех свой выход из сложной собственной ситуации. Без юристов не обойтись. Я знаю, что Единый Центр Защиты в Сургуте вообще не имеет ни одного проигранного дела, вот как раз по части банкротства. Да, все верно. То есть к вам можно прийти и задать все необходимые вопросы. С чего начинается обычно общение с клиентами, которые, ну, вот, задумались об этом статусе? Консультация у нас абсолютно бесплатна для каждого. Приходит клиент, рассказывает всю свою жизненную ситуацию. Опять же, мы просим клиента раскрыться полностью и глубоко и рассказать нам всю правду, какова она есть на сегодняшний день. Потому что, еще раз повторюсь, все, что мы скрываем на первой консультации, оно всплывает в последующем, когда мы уже берем клиента в работу. Это, ну, это закономерно. Потом, соответственно, идет сбор документов. Первое, что мы делаем, это делаем запросы во всех государственных учреждениях. Это УВД, ГИБДД, ГИМС, Роспотребнадзор. Для чего? Для того, чтобы нам создать образ для судьи этого человека. То есть, грубо говоря, если вы несколько раз привлекались за мошенничество, соответственно, суд уже будет к вам скептически относиться, да, и будет более скрупулезно рассматривать наше с вами дело. Индивидуально в каждой ситуации озвучим, что мы будем делать, какие пути решения у нас будут дальше. Вот, пути решения. За это можно зацепиться человеку, которому кажется, что, ну, все, вот уныние, тоска и вообще никогда не выползти. На самом деле, это не единичный случай, вы не один. Вот, если вдруг столкнулись с такой проблемой и бедой, все решается. Телефоны, явки, пароли сейчас на экране. Есть люди с опытом, которые знают, что, ну, почти из любой ситуации можно выйти. Главное, захотеть. Спасибо.